Владимир Губа Владимир Губа Владимир Губа Владимир Губа Владимир Губа Владимир Губа Потому что в этом Видимо Нашло свое отражение Суть его человеческое Существование Поэтому Помотавшись по жизни Остался Он был на службе в армии, остался жить и работать в городе Свободном. Такие города, как Красноярск, Чита были в его биографии. Поэтому он после окончания учебного заведения, я имею в виду высшего, многие годы в разных местах работал учителем русского языка и литературы. Это давало возможность ему, может быть, побольше пообщаться с детьми, быть в коллективе. И когда я его помню здесь, в Новосибирске, он всегда сходился с людьми, очень просто и как-то весьма по-братски относился и, так сказать, к мужской стороне. Ну и, конечно, он любил особенно женщин, потому что это видно в его стихах, потому что любовь к женщин – это святое. Я хотел бы, конечно, немножко сказать, что он всегда выступал на поэтических марафонах. Эти марафоны проходили регулярно, и он прекрасно читал стихи, очень выразительно, значит, стараясь проникнуть своим внутренним таким голосом в душу тех слушателей, которые приходили его обязательно послушать. Ну вот некоторые его стихи, которые я хотел бы прочитать сегодня из творчества Владимира Губы. Книжник. Эпигрую «Чердак, каюту, мои бумаг, божественную смуту» Марина Цветаева. Обманывать мне не с руки, наказан по жизни немало. Я с детства любил чердаки, ненавидел подвалы, познал я и верх, и низ. Но счастье на дне, поверьте, со мной среднепуганных крыс беседовал мрак о смерти. Я верить ему не хотел, но он убеждал бесспорно. Крысинных с обилием тел и с тылой судьбой беспризорной до теплой чердачной трубы. Подняться копилась охота, изведать шотландской судьбы и Стивенсона, и Скота. Там неугомонный сверчок, там звезды в щелях роятся. Мечтается там горячо, когда на часах двенадцать. Там тают заботы земли, не пахнет жильем поганым. Я вижу, плывут корабли с попутной волной к зубогану. А с тем час слеза солона, кто лишь одиночеством грешен. Бегущие по волнам приходят с Китани утешить. Хранятся в чердачной пыли за тонкой паучью сеткой. Загадки пиратской земли, пиратская черная метка. Порой, когда ветер нагол на крепость пытает крышу. Я странствия чудесный флаг под страстной луною вижу. И странным покажется вам из вашей квартиры книжник. Как тихим немает словам седой и схудалый книжник. Я видел разбой и грозу, но зрелище нет противней. Как крысы в подвалах грызут жульверно и заботини. Пусть дразнит меня, чудак, смеются, пусть, зло или вяло. Оставьте мне мой чердак, я так ненавижу подвалы. Вот тематика, как видите, у него бывает и такой божественного характера высокого. Но и он, конечно, верен был наследию Бориса Пастернака, который говорил, что поэзия вообще в траве. Именно не там, в высоте где-то, где пусто может быть, а именно на земле. Поэтому у него иногда встречаются такие сферения, которые говорят о том, что он близок к жизни, близок к той среде, которая заставляла почувствовать поэзию в жизни. Иду по серебру в заветном одиночестве. О, сколько еще шагать по одному! То чудится закат, которого не хочется, То кажется рассвет, который ни к чему. И давний милый след мечтательно пророчится На вечном, на родном, сиятельном снегу. Иду по серебру в заветном одиночестве. Я никому не верю и никому не лгу. Вот другое святворение, которое говорит о том, Как он близок к своей родине. А это завет ведь Сергея Есенина. А он очень любил Есенина. Много читал его, знал наизусть. Потому что Есенин говорил в свое время, Что без родины нету поэта. Ищите поэта, а значит ищите родину. Там, где родина, там поэт. Беленая хатка. У меня был домик, беленая хатка. У меня был дворик, где играть легко. В доме у окошка, узкая кроватка. Рядом с окошком, будка для серго. Как умел он лаять, просто для порядка. Чтоб не забывали, приносили есть. У соседей тоже беленая хатка. У других соседей крашеная жесть. В небесах полдневных перистая нития. Словно паутину распустил паук. Нежится на солнце снов моих хранитель. Старый кот Василий, задушеванный друг. Замычат коровы, значит гонят стадо. Кукарятит Петька и красив, и горд. А за огороды убегать не надо. Мамка мне сказала, там гуляет черт. Мамка говорила, приучала к чуду. В мире много разных интересных мест. Вырасту, поеду, знаменитым буду. Если Бог не выдаст, если черт не съест. В городе огромном, ни живой, ни мертвой. Проживаю тихо, голоден и сир. Знать бы мне, младенцу, что страшнее черта Этот интересный параллельный мир. Вырвась на денечек. Здесь лето было, ни двора, ни дома. Только летний зной, только на погосте. Мамкина могила шепотом тревожным говорит со мной. Ты прости, родная, бедность и сиротство. Что сноху и внука потерял легко. Жалко рос послушным. И за огород твой не ходит важно. Рядышком сирков. Прислонюсь к могиле, помолюсь о краткой. У меня был домик, беденая хатка. Вот такие стихотворения очень знаменательны для... И характерны были для творчества Владимира Губы. Потому что иногда он подчеркивает двустишием То, что, так сказать, пытается он выразить, ну, идейный, так сказать, какой-то смысл многих своих строк. Трактат о бессмертных. Из Назарета он римских и греческих, русских и прочих спаситель. Вышел бессмертный сын человеческий. Верьте, надейтесь, просите, не забывайте, заучено каясь, райской пленяясь долиной. Господа Матерь и Матерь людская, вечность неразделимы. Рядом и грешник, и божий послушник, и звездный одной карусели. Вышел бессмертный Сашенька Пушкин, вышел Сережка Есенин. Многих бессмертных из мира сосватали, храмили в море, в краю праотцов. Не умирала Анна Ахбатова, не умирает Коля Рубцов. Храмили в поле, в березовой роще. Чувствую взгляд ваш и голос живой, богоугодней, добрее и проще. К вам продираюсь, стану ли я свой? Я особенно удивляюсь, что наряду с такими простыми темы, связанные с детством, связанные с какими-то там подвалами, с какими-то такими делами, которые не свойственны, казалось бы, поэзии, он все-таки находит слова о великих таких подвигах наших известных гениев, которые заставляют почувствовать приподнятость его самого, его духовный такой широкий мир, который ничем, его нельзя, так сказать, оскорбить или унизить, или очернить, потому что эта душа очень светлая. Осенняя охота Усталой на исходе года Я свой сезон почую снова Идет осенняя охота За диким перелетным словом В рассветном чистом поднебесе Уходит, радуясь разрути Никем не пойманные песни Никем не понятые звуки Я за ними устремляюсь Такой земной и неказистый Четыре глаза выстреляю Но так не то, чем каждый выстрел И только радужные перья От улетающей певицы Ложатся блесками мистерии На безискусные страницы И наши строчки Грубовато Сжимают звездные сути Жемчуг И сны По-ангельски Крылатые Для нас божественные Шепчут Но сердце Утренней песни Никак не может Примириться С той недоступностью Небесной Где настоящая Певица Ну я, конечно Есть у него стихи Которые связаны И с нашими праздниками С Пасхой Божественными Минутами Счастья Которые, видимо, он испытывал Пасхальное Но целуй же Во имя Творца На сегодня Господь Не осудит Золотое сияние яйца Полупьяные Милые люди Каждый нынче Улыбчив и прост И никто никого не охает За деревней На горке Погост Как транзитный вокзал Обдыхает Наша вера Сегодня чиста Вижу я Просветление И нема Под воскающим Взглядом Христа Крепко спит Твой Горевичий демон Слышишь Добрый Спасительный Клич Покорись Этой праведной Силе На столе Освещенный Кулич Пахнет небом Единым И синим Многие стихи У него Без названия По первым Строчкам И они Видимо Больше Открывают В душе Человека Ну Настоящее Его Истинное Чувство Под Способны Способны Только Вы И так Болеть Остаивая Ложь И чем Смелее И грешнее Вранье Тем Больше Веры В поприще Свое В творчестве Владимира Губы Можно встретить Стихи Которые Как бы Перекликаются Между собой Потому что Иногда Вот эти Ноты Отчаяния Ноты Веселья Ноты Утешения Ноты Возвышенных Каких-то Мотивов Дает Возможность Увидеть В отдельных Стихах Соприкосновение Тем Идей Взглядов Образов Вот Например Такое Такие Вот Стихи Как Простите Называется У него Простите Ушедшего Простите Вошедшего За то Что Оставил За то Что Посмел Мы Все Нехорошие Мы Все Сумасшедшие У нас Много Темных Таинственных Дел Мы Варимся В жарком Котле Ощущений От Криков Задушенных Зубы Скрипят И каждый Мужик И философ И гений И каждый Как мученик Беден и свят А звезд Над миром Крупнее И ярче А месяц Спокойный И мудрый Такой Ну что Тебе Надо Безропотный Старче Старухи С корытом Засытый Покой Или Другой Он Привод Тоже Простите Убогого Простите Красавца За то Что Таким На свет Родились За Шутовское Серьмяшное Царство За Мудрую Голову Глупую Жизнь У Черного Берега Новой Эпохи Своим Полуграмотным Предкам Подстать Мы Учимся Прятать Последние Крохи Мы Учим Потомков О Малом Мечтать А Вечер Волнующ А Вечер Заманчив А Небо Играет Лучистые Дня Хочу Как Идальга Из Древней Ламанчи К Тобосу Спешить Не Жалея Коня Простите Веселых Простите Печальных Узнайте Себя В них Простите Себя Вы Тоже Смеялись Вы Тоже Кричали Вы Тоже Молчали Зубами Скрипя Живите Спокойно Любите Надежно Прощайте Высшие Пощаде Моля Все Светло И Правда Все Черное Ложно Устало Прощать Но Прощает Земля О Сколько Изысканных Редких Мгновений Не Трогая Нас Поспешили Пройти Я Вас Умоляю До Сан Забвения Простите Поэтов И Стоит Простить Да Мы Прощаем Как Говорится В стихах Владимира Губы Прощаем Поэтов Знаем Что Они Ушли Далеко Большое Путешествие Большое Прекрасное Которые Нам Неизвестны Здесь Живущим На земле Но Это Люди Которые Сделали Своё Дело В Молодые Годы И Остались Для Любителей Нашей Русской Литературы Большое Большое Субтитры создавал DimaTorzok